Девушки отдыхают В Азбесте школьница вышла на прогулку, но домой не вернулась. Три дня ее искали больше сотни человек. По камерам наблюдений удалось выяснить, что девочка ушла из двора с мужчиной. Накануне школьницу нашли мертвой. Подозреваемого задержали, он признался, что изнасиловал и убил ребенка. Мужчина ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков, грабеж, разбой и убийство. За решеткой он провел 19 лет и освободился в начале года. И сразу же возникла идея вернуть в Россию смертную казнь. Сейчас проводим голосование среди наших зрителей. Вопрос собственно этот. В России нужно вернуть смертную казнь? Как вы думаете, да или нет? Контакты уже появились на ваших экранах. Вячеслав Виктор у нас в гостях депутат законодательного собрания Свердловской области и серьезнейший сторонник возврата смертной казни. Я впрочем вас поддерживаю. Ну вот объективно. 19 лет. Его кормили, поили. За счет налогоплательщика, по большому счету. Вышел. Случилась такая трагедия. Опять сядет, опять выйдет. И опять то же самое. Вот зачем это нам? Безусловно, я сторонник возврата смертной казни в отношении определенных преступлений, вот как раз связанных с такими. Это убийство детей, насилие над детьми и так далее. Давайте просто представим, да? 11-летняя девочка, он ее затащил к себе в квартиру. Начинает насиловать ее мысли в это время. Вот представим эти мысли, да? После этого он начинает ее душить. Последняя мысль ее в голове какая? Мама, папа, помогите. А теперь представьте, что это ваша дочь. Ну и как вы, за возврат смертной казни или нет? Вдумайтесь, что произошло. Животное убило ребенка, а мы это терпим. Мы с вами в последнее время очень много говорим о возврате смертной казни. Это не первый случай. Мы говорим о ней, ее надо возвращать. Рецидив среди этих мерзавцев, возвращающихся из тюрьмы по таким преступлениям, 90 и более процентов. Вот смотрите, смертная казнь, она ведь у нас не отменена, у нас мораторий. Чтобы вот гипотетически ее вернуть, юридически, какие действия Российская Федерация должна провести? Не надо, это должна Государственная Дума принять закон и все. Вы поймите, вот этот человек, он был под надзором. Вот когда он освободился из каменской тюрьмы, я буквально, вот был у меня диалог и с руководством и так далее. Руководство его крайне отрицательно характеризовало. И когда они его освобождали, а он весь срок отсидел, они его отправили под надзор, они понимали, что он преступник, он не исправился, он остался таким же мерзавцем. Но правда, они ждали, что у нас существует какой-то грабеж в отношении взрослых, он совершил насилие над ребенком. Мы это знали, он уже унес одну жизнь, он унес вторую. Многие мне говорят, вот ты не понимаешь, пусть он сидит там и мучается. Зачем? Зачем он должен мучиться? Если мы гуманное общество, мы должны поступить с преступником точно так же, как он поступил с этой девочкой. Еще раз повторяю, у меня трое дочерей. У вас у многих есть дети. А теперь представьте, каким образом нам жить, если днем в 11 часов, по-моему, там во второй половине дня она пошла. Нам вообще детей, что ли, сейчас на поводке водить, что ли? Еще раз, практически 80% наша Свердловская область сегодня превратилась... А как же быть судебными ошибками? Ведь может ситуация быть и обратной. Может быть судебная ошибка, и мы не вернем человека, который был ни в чем не виноват. Подождите, вот сегодня мне тоже приводили в интернете, я тоже обсуждал многие, а вот Чикатило. Слушайте, это было в прошлом веке. Сегодня развита наука, сегодня есть у нас... Вот в этом случае все доказательства есть. Ну извините, есть и генная экспертиза и так далее. Биологические остатки, все это есть, и человек признается, он не отвертится. Сегодня есть все камеры видеонаблюдения и так далее. Да, могут быть судебные ошибки. Давайте сделаем мораторий два года, три года. Но человек должен быть убит. Нельзя его выпускать. Мне говорят, это пожизненно он сидит. Вы же знаете наш закон, что по истечении 25 лет он имеет право подать прошение об освобождении. И некоторые из них удовлетворяются, да, так и есть. И выходят. Что сейчас, какой аргумент сегодня, почему мораторий на смертную казнь продлевается, продолжается, почему не отменяется? Понимаете, принят какой-то посыл, что мы гуманное общество. Гуманизм, он воспитывается в том числе наказанием. Нам очень нравится одна из азиатских стран, да, где там уровень преступности почти нулевой, жвачку выплюнуть не можно. Это про Сингапур вы говорите. Да, Сингапур. Извините, это чем достигнуто? Жесточайшим наказанием. Преступника можно воспитать только наказанием. Других я не вижу. Для этого и существует уголовный кодекс. Про воспитание и способы вообще взаимодействия какого-то. Про детей, чему их нужно учить. Поговорим с Анастасией Бериновой, психолог, эксперт по детской безопасности у нас в гостях. Ну вот важный вопрос, что тут возникает. Добрый вечер. Вот у нас есть ребенок, вот понимаете, он нормальный, он понимает, что с чужими людьми не надо разговаривать. 300 раз ему сказали, что чужими дядями и тетями никуда ходить не надо, ребенок все равно пошел. Моделировали ситуацию. Что делать, чтобы дети не ходили с чужими? Ну, во-первых, говорить мало, нужно действительно заниматься. Нужно это в игровой форме вводить. Во-вторых, все-таки, я тут поправлю, когда мы говорим, мы не разговариваем с незнакомцами, это ошибочный посыл. Он пришел из Америки в 80-х годах, когда была другая ситуация. И она привела даже к тому, что от поисковых отрядов уходили дети, потому что не разговаривали. Надо учить говорить безопасным способом, на нужной дистанции, чтобы вовремя, например, ребенок научился попросить помощи, в том числе у незнакомца, если его куда-то схватили, тащат. Ну, у кого помощь-то просить? Просить нужно у продавца в магазине, понятно же, у кондуктора, у полицейского. Ну, Анастасия, о том, что посыл в принципе ни с кем не говорит, из незнакомца, что он неправильный. Посыл всегда должен быть удобный, так скажем, чтобы он был изменчив и применим к ситуации. Это раз. Во-вторых, словами ничего невозможно проговорить, это все проигрывается, в том числе приемы самообороны, которые наши дети применяют. Они применяют не потому, что мама сказала, ты знаешь, надо вот руку поставить вот так, ударить вот так, если схватить. В 20 лет против огромного мужика, наверное, никакие приемы самообороны не помогут. Работают, были у нас прецеденты за 20 лет, когда применялась. Мне кажется, даже наоборот, у девочки может возникнуть ситуация, что она справится сама. Нет, я бы тут не говорила, на самом деле, об этом, потому что все равно это как раз проговаривается. Другое дело, что есть дети, которые заведомо смотрятся как неудобная жертва, и тогда их просто обойдут стороной. Вот это вот основная задача, на самом деле, курс безопасности. Да, про этот разговор, когда ребенок подает сигнал опасности. Когда проще напасть на другого ребенка, скажем так, а не на этого, который даст оттуда. Ну и такой еще момент, на самом деле, что бы мы ни говорили, если ребенок поддается на какие-то манипуляции, то тогда, что бы он не умел делать, он этим воспользоваться не сможет просто. То есть еще есть психологический мотив. А как определить ребенка, который подается на манипуляции? Этому родители могут научить, на самом деле. Например, ну, заманивают не котятками, на самом деле, но, например, «Ой, ты такая уже взрослая, хорошая, пойдем со мной», и так далее. Хоп, все. Понимаете, на какую он манипуляцию схватился? Значит, ему не хватает осознания своей взрослости, например, или хорошести, или так далее, и так далее, и так далее. Да, в зависимости от того, на что могут заманить. И вот когда мы говорим ребенку о его ценности, то он, скорее всего, менее вероятно на это будет покупаться. А все равно вы говорите «скорее всего, менее вероятно». Смотрите, стопроцентной гарантии никто не даст, потому что за преступление виноват преступник. Но детей можно и нужно учить безопасности в игровой форме, именно отрабатывая навыки. Разовый тренинг ничего не даст. Это профанация. Приглашаем в нашу студию Игоря Упорова. Это президент Урала-Сибирской коллеги адвокатов. Хотелось бы узнать, собственно, о перспективах наказания для подозреваемого, если его вина будет доказана. Ну, там, собственно, проблем с доказыванием быть не должно. Спасибо. Я выскажу, наверное, иное мнение. Считаю, что смертной казни у нас не должно быть. Я не привожу пример Чикатило. Вот только что депутат нам об этом рассказал. Я привожу пример одного реального персонажа, майора, который пришел со службы и увидел обезглавленную женщину. Это было на севере нашей Свердловской области. Это его жена была. И в итоге он отбыл наказание 9 лет лишения свободы. После того, как он отбыл наказание и вернулся из мест лишения свободы, соответственно, через несколько месяцев к нему пришло, значит, из прокуратуры извинение за то, что, оказывается, о ужас, не он совершил это преступление. То есть в нынешней ситуации судебные ошибки возможны. Но мы здесь, в принципе, не пытаемся кого-то переубедить. Каждый имеет право на свое мнение. Вот с этим подозреваемым какие перспективы? Как его можно наказать? Как можно наказать? Я только вижу здесь судебное решение. Как практикующий адвокат я не имею права комментировать дела, в которых я не участвую. Но на самом деле, если преступление совершил действительно он, то он будет наказан как минимум по двум статьям. Это статья 131 УК РФ и статья 105, возможно ли, 111, часть 4. По всем этим статьям действительно он может получить высшую меру наказания. Но меру наказания будет определять суд. Но вот выясните мне, пожалуйста, у нас подавляющее большинство, почти к 100% 90% с лишним, за смертную казнь. Большинство за смертную казнь. То есть народ хочет возвращения этой меры, пресечения меры наказания. И нет, ее нет. Ну как это возможно? Да она есть, она просто не применяется. Эти люди воспитаны, те, которые хотят смертную казнь, они воспитаны, наверное, не в наших, не в советских традициях, не в традициях нашей гуманности. И я считаю, что... Как минимум несколько людей у вас видят. Мы не можем лишать жизни людей, у нас не должно быть этого. То есть они могут лишать жизни людей, детей, а мы не можем. Мы не можем в силу нашего воспитания, в силу нашего развития, мы не можем уничтожать этих людей. Не можем. Что мы с ними должны делать? Вот объясните мне, что мы с ними должны делать? Суд вынесет наказание. Я уверен и убежден. Какое наказание? Вы уже сказали, может быть, вот эти все, может быть, эти кивоки. Знаете, как это уже все надоело людям в этой стране. Вот его посадят, да. Давайте предположим, ему дадут пожизненно. Почему я его должен содержать? За то, что он убил эту девочку. У вас есть девочка, дочь? Есть? Да, есть. Можете себе представить состояние той девочки? Хотя бы мысленно, хотя бы на одну секунду. Я могу представить все. Объясните мне, почему я должен его кормить за свои деньги? Я могу представить все. В моей жизни я служил в органах более трехсотых погибших. Почему мы должны содержать его? Но это не означает, что мы должны точно так же поступать. Вы же за гуманизм. Знаете, что мне пишут в интернете? Да, вот надо, чтобы он сидел пожизненно, чтобы он мучился. А почему он должен мучиться? Вы же гуманист. Давайте поступим гуманно. Инъекция и все. Вы знаете, навряд ли это тот самый гуманный способ для того, чтобы человек прочувствовал и получив наказание. Электрический стук? Нет. Повешение? Я глубоко убежден, что право это есть искусство добра и справедливости. Мне кажется, вам не договориться. Справедливость должна быть справедлива. Она абсолютно справедлива. Это бесполезно спорить. Просто нужно принять, что позиции есть противоположные. Ваша позиция. Да не может быть позиция. Позиция одна. Сегодня ребенка невозможно выпустить на улицу. Вы понимаете? Ведь происходит что? Надо сказать, что смертная казнь решит эту проблему. Мы только ужесточим наказание. Давайте не будем спорить. Я к тому, чтобы спорить. А давайте посмотрим, сколько. Вот смотрите еще раз. В нашей области она превратилась в некий такой анклав, куда всех садят. Вот все, кого садят, по-моему, около 12 тысяч вот этих, они оседают в нашей области. Им некуда ехать. Из них 70-80 процентов, это статистика, можете у Мерзляковой посмотреть, совершает рецидив. То есть мы их плодим здесь, этих преступников, мы как среда какая-то. И мы, знаете, вот как эти, как питательная среда для них. Может быть мы это прекратим? Прекратить можно только наказанием. Против силы должна быть только сила. А не рассуждение. Так вот же мы должны, ну вот он же тоже человек. Не человек. Он не человек. Вопрос не в том, человек ли он. Вопрос в том, он ли виноват. И достаточно ли. Для этого наш есть советский честный законный суд. Вот он его пусть рассмотрит все обстоятельства, расследует. Сегодня есть наука, есть куча экспертов и так далее. Но тем не менее ошибки все-таки случаются. Случаются. Но так или иначе все-таки. Я же ведь когда говорил, я не говорил смертную казнь вести как таковую для всех. для определенного вида преступлений, связанных... Рецидивист, назовем это так. Рецидивисты, раз, и в отношении детей, несовершеннолетних и изнасилований. Убивать сразу. Спасибо большое за то, что поучаствовали в такой сложной, непростой дискуссии. Мы после... Вас мы благодарим за внимание. Передаем слово программе события.